Мы заметили, что в ежедневной и ежегодной конференции народных целителей для меня праздник. И к этому празднику я обязательно выпускал книги независимой никаких обстоятельств, и каждая книга – это открывала новую страницу в том, чем мы занимаемся. Сейчас две книги, которых еще в продаже нет, это вопрос в отношении закон мироздания, спасения человечества и сохранения планеты Земля. Причем это не просто высокие фразы. То, что сегодня происходит на Земле, это детские пока шуточки, ближайшие. 10-15 лет вы узнаете то, что даже географическая карта начнет изменяться. И здесь присутствует Василий Дмитриевич Абетник. Это основоповодник фрактальной физики, один из значимых физиков мира. И в этой книге мы даем анализ и план спасения человечества. Берем на себя даже такую личину. Это не шуточки. Возле 90% прогноз, который там написан, оправдается. И вторая книга «Мужчина и женщина». Я не придавал особенное значение этому, но оказывается, когда мужчина и женщина встречаются и организовывают семью, я там, да, прекрасно написал, что под покровом ночи и темного дьявола разворачиваются такие страсти и такие напасти, которые уже в течение дня, дневного света проявляются в виде или мира, или соглашения, или войн на различных уровнях. И самое интересное, безграмотность мужчины и женщины, особенно женщины, которые не знают физиологию и психологию мужчины. И в том, что происходит в семье и затем уже в мире, оказывается, приступное умножение к женщинам, из-за безграмотности женщины, не зная особенностей, повторяю физиологию мужчины, и происходит в семье приятностей. Всё, вы прочитаете книги. Вопрос в отношении того, что я вам сейчас скажу впервые, молчал. Сегодня молчать уже не могу. Не могу, потому что я имею право сказать то, о чём даже представители народной медицины умалчивают, хотя тоже знают. Вы, вероятно, знаете, что для того, чтобы создать больницу для космоса, так получилось, что по инициативе министр здравоохранения издал приказ, что все институты Миндрава фактически находились в моём подчинении. Я был подпольный министр здравоохранения. Я мог подключать любого специалиста из любого института. Поэтому мне была миссия узнать изнанку, что творится вот там в науке под покровом того, что они проявляются во мне. И второе. Не успел я выйти на пенсию в отставку, как был создан институт медико-пиологических проблем. А еще в течение этой работы, в 64-м году, мне поручили создавать вот эту больницу. И при этом в институте была создана клиника здорового человека. В космос отправлять больного было нельзя. Чтобы они там болели, допускать нельзя. И была создана эта клиника. Итак, я стоял у порога создания этой клиники. И первым учителем у меня был Егоров Пётр Иванович. Это генерал, бывший главный терапевт Советской армии. Но еще по негласной профессии он был фактически личным врачом Сталина. Там считался личным врачом Винограда. Но Виноградов был на 8 сантиметров старше Сталина. Сталин не любил людей, которые выше его роста. А Егоров был на 6 сантиметров ниже. И пользовался громадным уважением у Сталина. Я даже сегодня знаю о Сталине то, что мало кто знает. Но дело не в этом. Клиника второго человека мы набрали врачей минимум 10-15 лет стажа. Она и сейчас работает. В основном это связано с гражданскими космонаврами. И поэтому я знаю официальную медицину так, как мало кто знает, с точки зрения, чем она занимается. Я прошел школу Королева. Каждая страна имеет определенный статус, определенные условия жизни. А Королев это была в стране еще своя страна. Ну, например, от нас что требовали? Когда однажды в 62-м году на совещании о Королев людям приходить к врачам, интересоваться, как идут дела, и спрашивать, какие проблемы, я встаю и говорю, Сергей Иванович, я обращаюсь в институты, которые, вы сказали, должны помогать нам. Они не хотят помогать. Спрашиваю, какой институт и в чем дело? Я говорю, понимаете, там руководитель, академик. А я иногда не сдержан. И говорю, нормальный мужик, в задних оках, но он не понимает. То, что идея, которую я высказал, может сделаться только так, в противном случае задачу выполнить не могу. Он говорит, внимание, всем приказ. Если вы при решении своих задач сталкивались с тем, что какой-то закон нельзя нарушить, я вам разрешаю их нарушать. Меня интересует результат. Закон может оправить. И в течение всей жизни, 30 лет космонавтики, я нарушал эти законы. Меня интересовал результат. И когда я этим академикам, которые привлекаются к этой работе, к моей, задал вопрос, что мне делать? Вот сейчас компетент космонавта полетится, у него в книжке написано подострый пеницин. Он был или не был на Земле? Да ладно. Что случится, спасут. А если там что случится, помрет ведь? И посыпались в выглажение. Еще не полетел, убирать. Ультровой пеницин убирать нельзя. Оказывается, после этого точно заболеет от ЧВ. И что вы думаете? Разработали систему, которая позволила предупредить, чтобы у космонавтов не было пеницита. А на первом заседании, когда я поставил такой вопрос, один товарищ встает и говорит, Иван Павлович, я к пенициту никакого отношения не имею, у меня сейчас совещание начинается. Разрешите уйти мне с собранием? Я спрашиваю, а кто вы? Я еще их не знал. Я профессор Ивальченко, институт самотологии. Говорю, простите, вот вы как раз и являетесь первым виновником создания проблемы связанных с пеницитом. И говорю, товарищи, мы его отпустим, но он должен быть председателем комиссии по вырубке рекомендаций, чтобы у космонавтов в полете а пеницита не было. Все согласились, но я потребовал, чтобы каждый день написал свое видение пеницита. Если бы вы читали эти бумажки, то народ же не приду. Но ведь, оказывается, а пеницита у космонавтов 50 лет уже летает. Нет? И чтобы не беспокоить вас и говорить о том, что какая же причина, на первую очередь плохо жевать, не умеете жевать, быстро глотайте пищу. Это начало возможного апеницита. Так все дело в том, что в последнее время все чаще народную медицину, ну и не только за это время, как отправляет на как пальча лицу. В 90-м году нас несколько человек, в том числе Яков Григорьевич Гамперин, и мы создали народную медицину. Наша задача была помочь медицине восстановить то, что создано народом, народной медициной. И в 93-м году, когда разброс и шатание начался, и мы еще воспользовались тем, что закон о здоровье, уже две статьи было введено. Что такое народная медицина? Она является частью официальной медицины. И мы помогаем оптимальными способами, средствами избавить людей от болезней. А в 11-м году уже настолько мы надоели официальной медицине, что было все поставлено на карту выбросить из закона здоровья. Хорошо, что я был помощником депутата, и хорошо, что я познакомился с председателем Государственной Думы, которому лично оказал помощь, которой никто из медиков официальных оказал, не мог. И я с помощью Егорова Владимира Владимировича были включены в редакционную комиссию по написанию законно-здоровой здоровья россиян, и мы сохранились статью народных целителей. И вдруг я слышу о том, что даже ухо-неапатия видите ли, чуть ли не превращается в лжайнауку. И о лжайнауке я сейчас вам расскажу. Почему? Потому что терпеть больше уже невозможно. Они взяли на себя функцию решать судьбу россиян и людей. В то время как даже на собственном моем опыте с доказательной базой, с материалами в руках я уже доказал, что очень многое, что делает сегодня официальная медицина, это относится к разряду уже на уки. Ну, возьмите вот молоко и кефир. Ну, известный продукт, без которого жить фактически невозможно. Но ведь нюхать взрослому человеку, и начиная от ребенка, который перестал принимать молоко от мамы, уже нельзя. Это отравляющее вещество. Ну, почему это надо Ивану Павловичу неубывателям. Да потому что мне надоело. Я знаю два-три академика сегодня, которые на том молоке стали академиками. А что такое для меня профессионал? Профессионал это человек, который занимается своей специальностью, он специалист. Но еще, будучи специалистом, тот же пеницид, тот же задаваться вопросом, что нужно сделать, чтобы не было пеницидов. Вот тогда он становится профессионалом. Сегодня профессионалов в медицине нет. Это я откровенно вам заявляю, потому что я очень много знаю академиков. И не только в Академии медицинских наук, но и там, в Большой Академике. Я прошел все эти инстанции. И поэтому я и говорю откровенно. так же как в 10-м по 15-й год был год онкологии. Несмертно дали количество денег. Врачи, скажите, откуда берется эта напасть, которая как грипп поражает людей? За 5 лет деньги истратили. Главный онколог говорит, что потратили в основном высокоточную аппаратуру, которую 25% используют, 25% установили, но эксплуатировать некому, 50% стоят в запечатанных ящиках. Корреспондент спрашивает, а что же вы сделали с точки степень рака? Ничего. Симптоматическое лечение, гормональное, потом химиотерапия, потом операции. Все. А я за эти 5 лет написал вот эту книгу «Рак. Причина заболеваний». Но самое главное, в России мне не удалось, но я в Германии создал клинику на официальном уровне. И если еще не было химиотерапия, но врачи уже считают, что это рак. Там болит, какое-то воспаление, но это еще фактически с нашей точки зрения не рак. И мои врачи с пеной урта мне доказывали, что 100% эти 40-50% это по мнению официальных неофициальных оппонентов, а за рубежом такие есть рецензентов, они доказывают, что 40-50% еще ракометов, пока не сделали химиотерапию. Так вот в клинике химиотерапию одну сделали, и точно эти паразиты, которые являются причиной заболевания, они начинают звереть, и уже рак ничего никто сделать не может. А я с помощью своей биолокации мог уже определить, через сколько времени этот человек умрет. И уже врачи знают онкологи, что химиотерапия убивает не только и останавливает рост раковых клеток, но она убивает и здоровых клеток. Регенерация. И человек фактически уже выходит из социума, он уже фактически выходит в тираж. Так сегодня пошла уже компания в Германию, и люди за 2-3 недели освобождаются, оттуда возвращаются, и уже рака у них не будет. Как это называется? Я обращаюсь к хранкологам. Возьмите на учет. Давайте проведем здесь, в Россию, подобные не эксперименты, а сравнительные опыты. У меня много онкологов знакомых. И что вы думаете? Так вот, дело в том, что отказывается это делать. И вопрос в отношении теперь я знаю аудиторию, которая здесь находится, вы достаточно ориентированы. я задаю вам вопрос. Где находится душа человека? Многие из вас скажут, наверное, но вы ошибаетесь. Мне звонит одна женщина в 60 с лишним лет и говорит, да вам получится, я страдаю запорами, ничего не могу сделать уже сколько лет. И вдруг я читаю и слышу в интернете, что вы предложили стульчик, когда сидишь на этот стульчик и ноги ставишь на стул, колени получают у вас возле подбородка и сидишь расслабишься и все очень быстро освобождается. И если вы знали, как после этого на душе становится покойно и мне не хочется уходить из этого туалета. так оказывается душа человека находится именно там в конечном звене живудочно-кишечного тракта в толстой кишке. Эндиэкология здоровья это обычная песня необычная на песня 20-30 лет. Но я и раньше об этом знал. Грязный толстый кишечник. И вот сегодня в Крыму создан центр единственный не только в России по очистке живудочно-кишечного тракта и в частности толстого кишечника. И если он чистый, если проблемы там с точки зрения застойных проблем нету, человек абсолютно здоров. Поэтому я сегодня в своих книгах заявляю что для меня здорового человека нет, если он использует правила, по которым официальная медицина разрешает вам кушать. Это во-первых. Первое, второе, и обязательно пить чай, кофе, компот, жить во время еды. Если вы выпили хоть столовую ложку или чайную воды, вы здоровым не будете. Происходит нарушение физиологии переработки пищи. Образуются осколки окислы. Непереработанные продукты, которые закисляют организм, активируют патогенную микрофлору, потому что любое заболевание это паразиты, и которое начинает окислять организм, и он становится больным. и характер заболевания уже не играет никакой роли. И вот поэтому даже помог Егоров Владимир Владимирович 1 депряв в Крыму был открыт центр, а вот с 5 января я туда еду, и будем продолжать в том, что этот центр будет оздоравливать людей, которые сегодня в принципе они не больны. но с моей точки зрения это уже ходячая медицинская энциклопедия. Только не хватает какого-то момента, чтобы проявилось заболевание характера, которое не играет никакой разы. Вот сейчас в книге вы об этом все напишите, прочитаете с точки зрения рекомендаций. Иван Павлович, спасибо вам большое за ценную информацию. Давайте поаплодируем. Спасибо.